Добрый вечер, добрый вечер, это Жорик, а простите не то. Так, Сергей из Москвы прислал посылку с образцами масла Look Oil Genesis Armartec FD 530, A5B5, полнозольное масло. Основное это, по-моему, допуски Форда здесь. Масло использовалось в Mazda 3, с 1,5 литровым SkyActivo. Вот описание масла, условия эксплуатации. Можете ознакомиться. Так, и сами баночки сейчас покажу вам. Так, 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 так. Короче, не шмогла, не шмогла я. Ну, чтобы не затягивать видео, распаковал уже спокойно, сильно запаковано было. Спасибо Сергею, зато ничего не пролилось. Так, эталон данного масла у меня есть, сейчас я покажу вам сравнение свежего от Сергея с эталоном. Посмотрим, что там намеряет прибор и потом отработку. Проверю. Так, 90 процентов гликоля четыре десятые, 1,65 кислотная и 9,4 щелочное. Честно говоря, мне показалось подозрительным все это. Я на всякий случай обновил спектрограмму. Ну, такое впечатление, что вот по гликолю, что что-то, какие-то изменения в масле есть. Сейчас такое время, что не поймешь. Меняют они, не меняют. Возможно, что и по компонентам приходится менять. Что достали, то и налили. Ну, может я не прав, конечно, поправьте меня. Так, и обновил, значит, и давайте проверим. Накатил на тот эталон свежие спектрограмму, подкорректировал там, где потребовалось и можно проверять. Так, смотрите, значит, 120 сил мощность, 3,9 объем сервисной масляной системы. Не успел. Значит, в отработке 31% противоизносной присадки. Подсела почему-то. Нитрование нарастает. Причем так, уже середина желтого, скажем так, гликоля нет. 4 сотых сажи. Средний результат. А 3,23 кислотная, в два раза выросла. Но, в принципе, 300 часов. Нормально, да. И, смотрите, подсела щелочное 3,3 воды. Практически так же, как в свежем. То есть, нормально все. Ну, масло уже, видите, да, практически сработалось. Сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью. Учитывая, что это SkyActiv. Многие из вас знают, что такое SkyActiv. Прямой впрыск. И чаще всего это довольно сильное разжижение. Любит масло наливать, топливо в масло наливать моторы. Эти моторы. Так, давайте посмотрим. Да, есть разжижение. Да, кстати, в описании не было. Но уже практически 90 тысяч на чипе. Да, больше чем 90 тысяч на зачипованная машина. По разжижению получилось 40 процентов. Ну, в принципе, для Mazda, я считаю, что неплохой результат. Да, не забывайте отметить видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, не пропустите уведомления. Для Mazda такое разжижение, на мой взгляд, неплохой результат. Учитывая, не такую уж высокую среднюю скорость. Вот. И смотрите, что получилось по прогнозу. Значит, прогноз практически. То есть глаз у Сергея Глаз Алмаз заменил масло как раз на с остатком 3 моточаса по нитрованию. Смотрите, тоже, в общем-то, все неплохо. 404 моточаса. Ну и вязкость. Понятно, что с вязкостью здесь есть определенные сложности. Все-таки прямой впрыск. Частые такие проблемы. Но само по себе, учитывая, что это менее 4 литров объем масляной системы. Mazda. Вот эксплуатация ближе к городской. 28 километров средняя скорость. На мой взгляд, очень приемлемый результат. Вот. Но все-таки не забываем, что это полнозольное масло. Хоть и энергосберегающее СЛСФ. Вот. Что тут можно сказать по мотору. Не знаю, почему. Может быть, как-то влияет топливо. Ну, 31 процент остаток по противоизноске. Хотя, ну вот, прям вот досконально не стоит зацикливаться. Потому что это настолько малой величины, что прибор, я думаю, что может скакать в пределах там, я не знаю, там 15 процентов, а может и 20 даже. Объясню почему. Уже объяснял кому-то. Противоизноски обычно от 1,5 до 2,5 процентов в масле. Учитывая плотность масла, это литр масла, это 850 грамм по весу. Среднее берем 2 процента. 850 грамм, это 17 грамм в литрушке масла ZDP, фосфора и цинка. И теперь я даже специально посчитал по весу. Значит, в литре масла примерно 35 тысяч капель. Я беру для пробы одну-две капли. Соответственно, 17 грамм разделяем на или 17 с половиной тысяч, или 35 тысяч. И получается, вы можете посчитать какие-то, насколько это малые величины. И поэтому, если какая-то тут даже погрешность небольшая, то это вываливается вот подскок. Ну, я, по крайней мере, так вижу. Вот. Так что здесь можно сильно не акцентироваться. Вот такой получился тест. Масло неплохое, в принципе. Мотор тоже особо проблем нет. Видно, что я думаю, что смесь тут подзабогачена слегка, по нитрованию это видно. Вот. Но, тем не менее, все в порядке. Противоизноска, ну, вот только сработалась. По идее, 300 моточасов данное масло в данном автомобиле, на мой взгляд, может выходить как минимум. Благодарю Сергея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока!